Симферополь На самом деле образование, просвещение является, наверное, основной работой наших духовных управлений, мусульман и, безусловно, наших региональных организаций, так как через просвещение, через наши проповеди, через наши уроки, лекции мы доносим истинные ценности ислама, которые заложены в наши деньги. И в этом отношении, безусловно, приоритетом наших организаций является образование. Также Рушан Хазрат Абясов рассказал о перспективах интернет-образования, отметив, что уже сейчас есть возможность дистанционно получить религиозное образование. С сентября 2017 года система религиозного образования в России вступит в новую фазу своего развития. Об этом заявил заместитель Муфти Республики Татарстан Рафик Мухамедшин, рассказав о подробностях реализации проекта Болгарской Исламской Академии. По его словам, Академию можно рассматривать как третий уровень развития исламского образования в России – магистерский и докторский. Исламское образование в себе несет еще очень много первозреческих установок, идеологических посылок. И с этой точки зрения, естественно, отправляет своих детей за пределы России. В принципе, нет никакой гарантии, что студент, выпускник любого учебного заведения исламских странах вернется высокообразованным и адекватно воспринимающим реальность российской действительности. В свою очередь, заместитель Муфти Крыма Эсадуллах Баиров уверен, что для противостояния псевдо-исламской проповеднической деятельности необходимо повышать уровень исламской образованности в целом. И начинать это надо уже в семье. Во всем мире происходит практика, что пользуясь недополучением религиозного образования в семьях, множество различных друг течений, различных вербольщиков, завлекает нашу молодежь, именно пользуясь этим фактором. То, что молодой человек не получил хотя бы какого-то элементарного знания в семье, в молодом области. В завершение телемоста участники задавали интересующие их вопросы разным сторонам – от образовательных школ исламского образования до получения религиозного образования за рубежом.